МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители как могут пытаются добиться качественного оказания коммунальных услуг. В эфире дежурный по городу. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Улица Куйбышева, 149. Хозяйка 8-й квартиры жалуется на протекающую кровлю. Хорошо. Делали новую год назад. Не доделали кусок, как раз вот этот не доделали. Я звонила опять в дом, не в дом управления, а в администрацию я звонила. Пришли, этот кусочек вроде как будто бы доделали. Но если вы сейчас пойдете туда, на потолок, на чердак и посмотрите, там вот внизу, там, где он до сих пор и раньше текло, и до сих пор там течет. Не сделали ничего. Ну, вот вам, пожалуйста, вот это вот все. Вот этот вот таз вчера полный, два раза выносила полной воды. Ну, и все то же самое. Нового ничего нет. Течет вот, видно, комнаты. Угол комнаты протекает. До самого потолка. То есть, если бы я не ставила вот этот вот таз, значит, все протекло бы вниз туда. Ну, я сейчас вот это вот только одно, да, я другое место не знаю. Вот соседи здесь живут, они то же самое несколько раз сделали. Улица Каховская, 44. После нашего сюжета коммунальщики дали в дом тепло. Ну, вот у нас дома были с октября месяца батареи холодные. Вот, куда мы только не звонили, всех не просили. Приходили из лесаря, пять минут сольют и уходили. Так батареи нагреют чуть-чуть, они уходят, они опять холодные. Ну, и в конце концов, уже они нас до такой степени довели, что мы начали в высшие инстанции везде звонить, говорить. И вот позвонили в дежурную телепередачу, часть города. Спасибо им огромное, они нам так помогли. Вот, они пришли, были 13-го у нас числа, января. А тут же после их визита к нам, это, слесаря, пришли 16-го в субботу. Мы тоже начали опять говорить, что вам батареи надо менять, трубы менять, все прочее, мы ничего не можем сделать. Когда я сказала, что у меня заявление написано в прокуратуру, я в понедельник пойду. Хорошо, что вы сегодня пришли, они вот, не до понедельника. И они сразу, ой, сейчас мы решим проблему, сейчас посмотрим. Ну, мы сопло вынем, которое поставили в тепловозле, временно его вынем, а потом опять ставим. Я говорю, зачем вы представляете? Это высшая дистанция московская, она сейчас закупила нашу всеотопительную ПТС-систему, и они дали указание, чтобы мы поставили эти сопла. Ну, вот они вытащили сопло, на чердаке краны были не все включены, они эти краны все включили, немножко слили, и тут же батареи все нагрелись. Все-все, вот как они говорят, что надо их менять, что они все засорены уже, вот, ничего их менять не надо. Просто они не хотят работать, не хотят. Они хотят, чтобы мы их вызывали, меняли батареи, как они сказали, ну, это, и трубы, и мы вас с воздорога не возьмем, чтобы только мы им платили деньги, а за бесплатно они делать ничего не хотят. Вот огромное большое спасибо передаче, что они помогают, за их помощь нам, самарцам, всем жителям Самары. Пускай она процветает, эта передача. Дай Бог вам всем здоровья, долголетия в этой работе, чтобы они всегда помогали людям. Огромное-преогромное спасибо. И самарцы, не бойтесь, обращайтесь в дежурную по городу, они обязательно помогут. Но на этом только не останавливайтесь, надо по всем дистанциям, не только в дежурную по городу. Как один адвокат, я читала, сказал, если долго мучиться, то все когда-то получится. Вот я мучилась долго, и у меня все получилось. Всего доброго и всех благ, дежурные по городу. Всего-всего-всего, чего хочется, и побольше денег, чтобы платили им. Коммунальные службы не реагируют на ваши жалобы. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова